Всем привет! Сегодня я хочу поговорить про цвет. Когда мы создаем какие-то произведения, то постоянно сталкиваемся с выбором цветового решения. У меня, например, такие задачи нужно постоянно решать при создании 3D-моделей, при проектировании интерьеров, в архивизии, ну и прочих проектах. Особенно задача усложняется, когда много разных элементов и нужно по цвету как-то их сочетать между собой. С помощью цвета любое произведение приобретает свою эмоциональную окраску, свой характер и атмосферу. Но также с помощью цвета можно беспощадно загубить даже самую классную композицию. Здесь стоит отметить, что колористика это целая наука о цвете. Когда я училась в художественной школе и архитектурном университете, то в процессе учебы уделялось очень много внимания этой теме. Мы подробно разбирали характеристики каждого цвета, цветовой круг, контраст, гармоничные сочетания, психологическое воздействие, ну и так далее. И, конечно же, делали упражнения как вручную на бумаге, так и в компьютерной графике. Часто новичку очень легко запутаться вот во всем этом. Можно намешать кучу цветов, а потом сидеть в расстройстве и ломать голову, что же не так получилось и как вообще все это исправить. Чтобы такого не происходило, я максимально простыми словами постараюсь объяснить самые базовые вещи в колористике. Однажды Исаак Ньютон пропустил солнечный луч света через стеклянную призму и увидел, как этот луч разделился на семь цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Здесь важно запомнить, что порядок цветов в спектре всегда одинаковый. Существует два разных способа получить цвет. Первый способ это с помощью пигментов. Это когда мы смешиваем между собой краски и рисуем на бумаге, или печатаем на принтере, или просто красим какие-то поверхности. На примере цветового круга Итана мы можем увидеть, как при смешивании тех или иных цветов мы можем получить цвета видимого спектра. Йоханнес Итан это швейцарский художник и величайший теоретик искусства. Он написал просто потрясающие книги, искусство цвета, искусство формы, и я очень советую вам их почитать. Так вот, первичные цвета на круге Итана это красный, желтый и синий. Это основные цвета, из которых получаются все остальные, если мы говорим о пигментах. Далее идут цвета второго порядка, или составные цвета. Когда мы смешиваем составные цвета, то мы получаем сложные цвета. Например, если смешать красный и фиолетовый, то получится красно-фиолетовый. Желтый плюс оранжевый будет желто-оранжевый, ну и так далее. По итогу у нас получается круг из 12 цветов. Его еще называют 12-ти частным цветовым кругом. И конечно же мы не должны упускать здесь еще один важный момент. Если мы смешаем три первичных цвета, то в теории мы должны получить черный цвет. Но как показывает практика, пигменты это дело дорогое. Если мы возьмем, например, ту же гуашь или масляные краски, и смешаем эти три цвета между собой, то получится вовсе не черный, а просто какая-то грязь. Поэтому производители, конечно же, используют отдельно черный цвет. Он всегда есть в любых красках. Второй способ получить цвет, это свет. Когда мы можем увидеть цвет с помощью излучения от экрана монитора, телевизора, лампочки и прочих светящихся поверхностей. Где цвет создается именно с помощью излучения света. Это именно то, с чем мы с вами работаем, когда создаем 3D графику. Здесь используется система RGB. И первичные цвета будут красный, зеленый и голубой. И при смешении этих трех цветов мы получаем белый цвет. А черный цвет получается при уменьшении яркости светодиодов монитора. Разумеется, в программах получить черный или белый цвет это совершенно не проблема. В отличие от пигментов. Ну вот, теперь мы подошли к основным цветовым характеристикам. Цветовой тон. Простыми словами, это красный, желтый, синий, зеленый, ну и так далее. Насыщенность. Это интенсивность цвета. Это степень отличия любого цвета от равного ему по светлоте серого. Мы можем сделать цвет более нежным, более спокойным. Или наоборот, более интенсивным и чистым. И третий параметр это светлота. Это значение цвета от максимально темного до максимально светлого. Самый светлый цвет это белый, а самый темный это черный. Есть еще такое понятие, как хроматические и ахроматические цвета. Так вот, хроматические цвета это цвета из спектра. Красный, желтый, синий, оранжевый, ну и так далее. Ахроматические цвета это черный, белый и все градации серого. Ну и здесь также стоит добавить, что для всех хроматических цветов, то есть, ну, цветных, используются все три характеристики цвета. А для ахроматических используется только одна характеристика, это светлота. Цвета условно делятся на холодную и теплую гамму. На цветовом круге это выглядит примерно следующим образом. Однако стоит здесь отметить некоторые нюансы. Например, зеленый цвет может быть как холодным, так и теплым. Это зависит от того, в какую сторону на цветовом спектре мы будем двигаться. Например, если мы пойдем в сторону желтого цвета, то зеленый будет более теплый. А если в сторону синего, то более холодный. Оранжевый, желто-оранжевый, красно-оранжевый всегда будут теплыми. С цветовым кругом мы разобрались. Предлагаю теперь рассмотреть основные цветовые гармонии. Это такие схемы, которые помогут сочетать цвета между собой. И прежде чем мы перейдем к этим гармониям, я хочу отметить такой маленький нюанс. Конечно же мы не должны использовать цвета из цветового круга в самой предельной насыщенности. Мы должны изменять насыщенность и светлоту в зависимости от поставленных задач. Ну самый банальный пример, если мы хотим создать какую-то веселую картинку, то мы будем использовать цвета более яркие, сочные, жизнерадостные. Если же задача стоит создать что-то более такое романтичное, нежное, то конечно же цвета будут более мягкие и приглушенные. Первая цветовая гармония это монохромная. Это когда мы выстраиваем всю палитру на основе одного цветового тона. Мы можем менять насыщенность, светлоту от самого темного до самого светлого. Я помню как в художественной школе мы рисовали пейзажи, натюрморты в технике гризаль. Когда с помощью одного цвета краски или просто обычным карандашом нужно было нарисовать всю картину. А в архитектурном университете я помню как мы делали так называемую отмывку. Когда с помощью раствора туши на холсте нужно было нарисовать сложные архитектурные формы. Такие упражнения с использованием монохромной гармонии очень помогают сформировать понимание светотеневого рисунка, а также формы, объема, контраста, ну и так далее. Следующая гармония это комплементарная. На цветовом круге такие цвета находятся друг напротив друга на максимально удаленном расстоянии. Такая цветовая гамма выглядит очень динамично, она очень популярна и используется достаточно часто. Третья гармония это раздельно комплементарная. Здесь мы используем три цвета. Эта гармония похожа на предыдущую, только здесь мы берем вместо одного противоположного цвета два соседних. Четвертый вариант это классическая триада. Это три цвета, которые равноудалены друг от друга. Если на цветовом круге нарисовать равносторонний треугольник, то мы получим нужные нам цвета. Аналоговая триада. Это когда мы используем три цвета, которые расположены на цветовом круге рядом. Цветовые гармонии с использованием четырех цветов называются тетрады. Здесь могут быть такие варианты. Цвета расположены на вершинах прямоугольника или же квадраты, когда все цвета равноудалены друг от друга. Это достаточно сложная схема и работать с ней нужно очень аккуратно и вдумчиво. Иначе может получиться веселая, безудержная неразбериха. Контраст это когда при сравнении различных цветов мы можем выявить явные различия. Так вот существует семь видов контраста. И первый контраст это контраст по цветовому тону. Это в принципе все чистые цвета на цветовом круге в своей максимальной насыщенности. Второй это контраст дополнительных цветов. На цветовом круге такие цвета максимально удалены друг от друга. Это максимальное различие между насыщенными чистыми цветами. Третий контраст это контраст по светлоте. Это когда мы используем в композиции светлые и темные тона. Это один из самых важных контрастов. Как меня учили преподаватели, любое изображение в первую очередь должно хорошо выглядеть именно в черно-белом цвете. Ну а поскольку мы работаем в компьютерных программах, то обесцветить картинку не составляет никакой проблемы. Это отличный способ увидеть, есть ли в работе какие-то недостатки. Контраст по насыщенности. Это когда одни цвета более насыщенные, а другие более нежные и приглушенные. Контраст теплых и холодных цветов. Это когда мы противопоставляем теплые цвета, например красный, оранжевый, с холодными, синий, фиолетовый, ну и так далее. Следующий контраст это симультанный. Это когда один и тот же цвет может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, на каком фоне он представлен. Воздействие окружающих цветов способно очень сильно изменить наше восприятие определенного цвета. Возникает такая некоторая иллюзия изменения цвета. На этом примере мы можем видеть, что квадратик одного цвета, но на разном фоне он воспринимается по-разному. Следующий контраст это контраст по площади цветовых пятен. Это соотношение одного цвета или нескольких цветов к другим цветам. И разумеется в работе мы используем различное соотношение цветов. У нас есть что-то главное, что-то второстепенное, какие-то акценты. Нюанс это наоборот еле уловимые различия. Например, мы можем использовать цвета, которые находятся очень близко на цветовом круге. Также когда мы не используем каких-то открытых насыщенных цветов и картинка выглядит более мягкой, нежной, равномерной. То же касается и светлоты, когда мы в работе не используем слишком темные или слишком светлые контрасты. То же самое с нюансом теплых и холодных цветов, где разница еле уловима. А сейчас я хочу поговорить о некоторых интересных свойствах цвета. Есть такое страшное название иррадиация. Белый цвет способен зрительно увеличивать размеры объектов. Это такое явление, когда белые объекты на темном фоне будут казаться нам больше. Также если мы посмотрим пример с интерьером, то мы увидим, что белый цвет визуально расширяет пространство. Темный цвет наоборот очень уменьшает комнату. Возникает некоторое давящее ощущение, словно ты в коробке или в пещере. Еще есть такое понятие, как одновременный контраст. Это когда один свет на белом или на черном фоне будет казаться нам темнее или светлее. Еще и существует такой интересный эффект, как пограничный световой контраст. Этот контраст возникает при соприкосновении различных по светлоте поверхностей. На границе этих поверхностей светлый цвет будет еще светлее, а темный еще темнее. Если мы посмотрим на градиент, то нам будет казаться, что каждая полоска выгнутая. Это явление еще называют полосы маха. Это такая оптическая иллюзия, названная в честь Эрнста Маха. Еще одно важное свойство цвета это отдаляться или приближаться. Так вот все теплые цвета способны приближать, а все холодные наоборот отдалять. Это явление еще называют движение цвета. В рамках же одного цвета все светлые тона будут выступать, а все темные наоборот отдаляться. То же самое и с насыщенностью. Все насыщенные цвета будут визуально приближаться, а все ненасыщенные уходить на второй план. Также стоит дополнить, что все темные и насыщенные цвета всегда кажутся тяжелее, а все светлые и менее насыщенные более легкими и воздушными. Поскольку мы работаем в 3D графике, то при выборе цветовых сочетаний нам всегда нужно помнить про такие важные вещи, как фактура и текстура. От них зависит то, как цвета будут переотражаться и меняться. Текстура это непосредственно сам рисунок, который мы можем применять на поверхности. Это может быть рисунок дерева, камня или же просто цвет. А фактура это рельефность поверхности. Она может быть глянцевая, матовая или же иметь какой-то рельеф. Глянцевые поверхности имеют высокую степень блеска и отражают свет в зеркальном направлении. Объект будет выглядеть более контрастным. Мы будем видеть явные переходы от бликов до затенения. Матовые поверхности имеют низкую степень блеска и отражают во все стороны. переотражение на объектах будут более светлые более активные что касается рельефа если мы добавим рельефную поверхность то цвет станет более глубоким и немного затемнится ну а на этом у меня все всем пока